Последствия войны, охоты меньше, нападений волков больше. В одной из стран исследователи отметили, что из-за военных действий снизилась охота, отстрел хищных животных, и также зайцев и так далее, и природа начала активно расти. Хищные животные начали нападать на людей. Хищные животные, во-первых, становятся бешеными, люди боятся выходить на улицу и выпускать своих детей. И здесь такой парадокс. Люди воюют между собой, а с другой стороны забрасывают отношения с природой, и природа начинает нападать на них. Что это такое за взаимоотношения, за взаимосвязь между людьми между собой, людьми с природой и природой отношения к людям? Человеческие взаимоотношения, они определяют все остальные уровни жизни. То есть неживой природой, растительной, животной, природой обществ, и самое главное – это отношения в высокоразвитых странах. Потому что они определяют все отношения в других, второстепенных, третьих странах и так далее. Так что, в первую очередь, если мы между собой наладим взаимоотношения, то таким образом, естественно, что мы приведём к равновесию, к уравновешиванию всех остальных систем природы. А если отношения между нами не уравновесятся, то тогда вся остальная природа, она и так будет продолжать выходить из-под контроля, из-под равновесия. И там будут происходить вообще такие мутации, такие проблемы, которых мы ещё и не знаем. Если мы становимся немножко более зверьми, то звери становятся намного более зверьми. Притом такими, что мы их и не представляем себе. Мы так можем дойти до состояния, когда мы вдруг обнаружим, что завелись где-то на Земле динозавры. Да, да, да. Вот очень просто. Почему? Да потому что мы возвращаемся в такие отношения между собой, когда они существовали. А почему нет? Это что, должно пройти какой-то геологический период особый? Нет. За что, до такой степени дикость должна быть? Дикость может быть такая, что человек может возродить страшнейшие пласты природы. Природа будет нас ненавидеть, потому что мы ненавидим друг друга. И опять-таки, то же самое, о чём говорит Каббала. Только лишь человек в своём отношении к другим людям может всё это исправить, равновесить, привести к благому состоянию. Вы сейчас привели пример, такое впечатление, что мы можем путешествовать в прошлое. Конечно. А как путешествовать в будущее? Ну, для этого нам надо правильно развиваться. Нас природа не пустит в будущее такими же, как мы сегодня. В прошлое мы своим дремучим отставанием, так сказать, в минус, мы можем дойти. А к будущему мы должны идти, наоборот, развивая себя правильно в связи между собой. То, чего требует от нас гармоничная природа, полностью взаимосвязанная, интегральная. Надо быть такими же элементами, как она. И тогда мы будем путешествовать в будущем. Можем просто сесть в такой маленький вагончик и... Как найти этот вагончик? Как запустить эту программу? Это она в нас. Чтобы человек захотел. А, обнаружил её и захотел. Чтобы захотел. Для этого надо очень много-много-много раз убеждать еврейский народ в том, чтобы он это захотел. И что от него зависят остальные народы мира. И всем народам мира рассказать об этом, чтобы они заставили еврейский народ.